Что такое куркума латте? Какими свойствами обладает золотое молоко? Как правильно приготовить напиток? Какие противопоказания к применению? Смотрите видео и узнаете про чудесные свойства куркумы латте. Прежде чем перейти к теме сообщения, хотим выразить благодарность всем, кто нас смотрит и делится своими впечатлениями в комментариях. Если вы хотите подписаться на канал, то просто нажмите на красную кнопочку. Мы хотим, чтобы вы меньше болели и лучше себя чувствовали. Смотрите канал и будьте здоровы! Наверное, не все слышали о таком напитке, как золотое молоко или куркума латте. А ведь это полезное средство, которое используют уже в течение ни одного тысячелетия в Индии последователи йоги. Основу составляет куркума с молоком с добавлением различных специй. Что такое куркума латте? Суть напитка определяется в его названии. О полезных свойствах говорит состав, в котором особое значение имеет куркума. Куркума – родственница имбиря, которая богата положительными свойствами. Основу этой пряности составляет куркумин, который и придает пряности высокую эффективность при различных воспалениях в организме. Куркума латте содержит помимо куркумы и животного или растительного молока обязательно черный перец. Ведь присутствие пеперина позволяет лучше усваиваться, а значит и действовать куркумину. Еще одним обязательным компонентом является масло, которое также способствует повышенной усваиваемости куркумина. Куркума латте или золотое молоко или золотое латте – это напиток, который состоит из молока, куркумы, черного перца и масла. Употреблять его надо только в теплом виде. При охлаждении теряется возможность усваивания многих ингредиентов. Какими свойствами обладает золотое молоко? Полезные свойства каждого продукта определяются его составом. Так вот, золотое молоко в основном обладает свойствами, которыми богата куркума, усиленными другими ингредиентами. Положительное воздействие на организм следующее. Противовоспалительные свойства выражены очень сильно. Проходят воспаления, находящиеся в любой части тела. Куркумин вмешивается в биохимические реакции и способствует восстановлению нормального обмена веществ. Антибактериальные свойства распространяются на различные микроорганизмы и помогают справиться как с острыми, так и с хроническими бактериальными поражениями. Устранение и нейтрализация различных шлаков и токсинов происходит за счет проведения очищения не только кишечника, но и почек и печени. Благоприятное воздействие на нервную систему, клетки головного мозга снимает болевые ощущения, улучшает проводимость нервных импульсов, стабилизирует психику, повышает запоминаемость и усваиваемость информации. Повышение активности иммунитета делает невосприимчивым организм к различным инфекционным заболеваниям и восстанавливает правильное взаимодействие клеток внутри организма, противоопухолевое действие, стимулируя практически все системы, способствуя омоложению и регенерации клеток. Употребление напитка приводит к замедлению старения и является профилактикой развития многих болезней. Как правильно приготовить напиток? Состав напитка может меняться, к основному составу возможно добавление различных компонентов. Однако классический рецепт следующий. Примерно 1 четвертую чайной ложки куркумы следует размешать в 50 миллилитрах воды и довести до кипения. Прокипятить в течение 2-3 минут. В другой посуде вскипятить 250 миллилитров молока со столовой ложкой любого растительного масла, например миндального. Объединить содержимое обеих емкостей и все хорошо перемешать. По вкусу добавить мед или кленовый сироп и щепотку черного перца. Пить, пока не остыло. Как принимать? Лучше всего выпивать утром натощак или вечером перед сном. Можно принимать в течение дня, но не во время еды. Между приемом пищи и стаканом куркумы латте должно пройти не менее полутора часов. Курс ежедневного употребления 40 дней. После полного курса значительно улучшится самочувствие, станет ровным настроение, повысится физическая и умственная трудоспособность. Какие противопоказания к применению? Куркума может оказывать воздействие на концентрацию в крови некоторых лекарств, поэтому перед применением напитка следует посоветоваться с врачом о возможном взаимодействии препарата и пряности. Не следует использовать при подготовке к операции, приеме антикоагулянтов, средства разжижающих кровь, при мочекаменной и желчнокаменной болезни, а также при индивидуальной непереносимости. Использовать все полезные свойства золотого молока нужно с осторожностью. Перед началом курса обязательно посетите лечащего врача.